Здравствуйте! Всех приветствую на своем канале. И этот маленький обзор хочу посвятить чудесной маске от Avon. У меня уже несколько раз просили в комментариях сказать свое мнение о ней. Она мне пришла в подарок, там набор был за 10 рублей, можно сказать, она пришла мне в подарок за 5 рублей. В одном из моих заказов в самом начале, когда я начала заниматься Avon в прошлом году, где-то осенью. И вот сегодня я все-таки решила ее попробовать, и специально перед снятием видео решила попробовать ее на себе, так сказать, на лице. И вот у меня как раз сейчас кожа на лице, вот после ее применения. Я больше ничем даже не пользовалась, ну кроме, конечно, блеска, который у меня на губах вместе с помадой, пробничком тоже вот от Avon, вот этим вот. Это из новой серии, я уже даже не смогу сказать, потому что тут все стерлось, но в каком-то обзоре он у меня был. В общем, это, как обычно, планета Spa Avon, русская баня с экстрактом сибирской сосны и эвкалипта, маска для глубокого очищения кожи. Лица 75 мл, очень классная маска, и написано, что можно, ну, чтобы все было отлично с вашей кожей лица, лучше пользоваться раз в неделю. Очень густая консистенция, даже она вот тут написано, как вот нанести на 5 минут и смыть водой, или же подождать, когда кожа на лице станет белого цвета, точнее, эта маска станет белого цвета. Вот на лице она, конечно, не совсем белого, ближе все-таки к кремово-зеленому цвету, как вот, возможно, видно на этой крышечке. А вот на самой тут остатки маски у меня осталось, и оно действительно побелело. Она такая очень густая консистенция, кремовая, но такая очень плотная такая, плотный крем. Она хорошо наносится, немножко, конечно, вот, ну, когда ощущается такая липкость, вот, я сделаю сводь, и буквально действительно за 5 минут она застывает на лице, и кожу, когда умываешь, вот, в отличие, допустим, от других масок этой же серии Планеты Спа от Эйвен для лица, она как-то, вот, если не смывать эту маску, то кажется, что это уже просто как слой кожи. Я, конечно, не рискнула бы это записывать на видео, потому что не знаю, как это воспримется народом, смотрящим, учитывая, что мне иногда пишут в комментарии, не только мне. Но вот даже на руке, вот, видно, оно как, если тонким слоем, действительно, как написано, наносить на лицо, на кожу, то оно быстро очень застывает и становится вот таким вот беленьким цветом. У меня тут немножко толстоватый, можно сказать, слой, если вот я сейчас проведу, то вот такая она по цвету, и мне-то она пришла в подарок, но я думаю, что я все-таки продолжу заниматься Эйвен, хоть я и пропускаю седьмой каталог, и в восьмом мне вроде как ничего такого не проглянулось, но не знаю, может, у меня кто-то что-то выберет, и я сделаю заказ. И я, когда она у меня закончится, то я вполне возможно закажу ее себе, или закажу просто даже про запас. Не буду ждать, когда она закончится, потому что, насколько мне известно, в Эйвене некоторые серии, они вроде как есть, а потом она заканчивается и больше не выпускается. Вот она уже при вас белеет кожа. В общем, я умылась, у меня кожа очень чистая, гладкая, и обычно после маски все-таки хочется протереть лицо тоником или молочком. В этом случае не хочется ничем протереть, она практически нет ощущения стянутости. Ну и советуется насухо высушить лицо полотенцем, даже вот высушите кожу полотенцем, после того, как тщательно смоете водой. Ну и действительно высушила кожу полотенцем, и после маски всегда все-таки хочется или молочком, или кремом каким-то увлажняющим, а тут ничего такого даже в мыслях нет. И вот она действительно белеет на краях по коже. Может быть, у меня все-таки кожа на руке чуть различается от кожи на лице, потому что вот по краям оно действительно белое. Я думаю, что видно. Вот такая вот маска. В общем, я от нее в восторге, я вам ее советую. Ну и надеюсь, мой маленький видеообзор все-таки вам кому-нибудь был полезен. Ну и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok